Не только фамилия того, кто фотографии сделал, но и, соответственно, любимого, который тоже описание дал. Единственное такое место, где они отлично использовали плиту бетонную. А это трибуна, трибуна в студионе «Москвичи». Вот она сзади, везде перерезает. И сзади на нее такие короба металлические, по-моему, это вентиляция. И почти в каждом из них гнездо томого воробья. Вот он. Кроме того, там его воробьи в щелях, и вот тут еще и в рамках. Трибуна. Используется, по крайней мере, двумя видами. И аттракцион. Атракцион отличается тем, что он почти никогда его не виден в действующем. У него есть лестница, соответственно, раз почти никогда не действует, соответственно, мало кто туда заходит. И под лестницей есть такие отверстия. В одном точно гнездо. Может быть, даже не в одном. Но в одном, между вере. Так, это кафе, так, гнездографика у нас, горевшая. В нем, значит, была три закуска и воробей. А это гнездо каменьки, которое мне пришлось взять. Соответственно, не московское, поскольку единственное. Единственное, где показывается что-то четко, как они хорошо устраиваются в трубе. Не в трубе, а в бетонной петли. Вон как они нравятся. Я думаю, что в Москве им же меньше. Это, опять же, гнездо на шлаге. Я, походя в Кусково, чаще хожу, я туда как-то не очень понравился. Остатки гнезда. Как видите, оно зимой найдено. Остатки гнезда, зарядки. Вот это, вверху, это тоже бетонная плита с отверстиями. И там тоже полно из одного материала. Это могут быть и воробьи, и могли быть и каменьки, которые тоже там были связаны. А вот в этих руинах, сколько я себя помню, тамовые воробьи, почему они гнездятся обычно, вот эти вот бетонные кусок, он очень сильно разрушен, там много отверстий с внутренней стороны. Ну, гнезд 10, обычно, бывает. Теперь небольшие сооружения, которые... Тут может быть разное. Это парни, это колумбарь и кладбище. Причем безобразный у них такой колумбарь, я являюсь только отступной историей беника. Там, по-моему, десяток могут. Они безобразно стоим не содержат его. А вот это, река Пономарка, там она включена в трубу. Соответственно, два гнезда на фонтанах, брошенная техника, не только брошенная, но и специально установленная. Это единственное в контейнере, несколько в рекламных счетах. И вот очень жаль, что мне сфотографировать, потому что это тоже эксклюзивный. Это громадный тент, с Вионом Завидова. Так, вот она, труба, где гнездились касатки. Вот они, громадные такие трубы, в них заключена река, и там, по крайней мере, две пары гнезда на фонтанах. Ну, и здесь, естественно, пастереван. И вот тут мелковато, ну, что было? Сизо и чайчик. Только у меня один год гнезда. Ну, это тоже старая фотография, которую вышла с Позаренку. Мы уже видели в Позаренку. Тоже фотография старая фонтанка. Фонтейнер и рекламные щиты. Значит, здесь рекламный щит снизу, здесь в боку, а здесь вот у меня мелко очень, но видно, что он снизит сверху, и дырка именно в зерк. Кстати, этот рекламный щит уже все, уже его сменили. Вот эти интересные очень. На подводной лодке вороги, это великолепно. Тебе, на дырку. Обязательно, пожаренность. Позаренку, пожаренность. Ну, это было раньше. А вот здесь хоть и была раньше, Катюша, но я наконец нашла, где они там гнездятся. Они гнездятся в снаряд. И вот здесь видно даже гнездо. Теперь эристократы, переходы и все такое прочее. Это в Москве много, но обычно не слишком кто-то смотрит. Что-то может быть неинтересно. Тут сюда же пошли в Набережные, открытая станция метро. Кстати, в открытой станции метро, там должно быть много всего. Просто все. Очень интересно на набережные гнездо. Жалко, что у меня нет фотографий. Может быть, в этом году я там буду ездить. С фотографиями нужно было увидеть. Теперь вот Сидый Булк. Это шлюз для печати. Там Сидый Булк есть. И очень интересный в подземном переходе. Это вход еще в метро. Большая ниша. В подземный переход еще только один, по-моему, воробей. Зато у нас зерно сколько угодно. В двух местах мы просто не определяли вид. Поэтому, скорее всего, это либо полевое вот здесь, а здесь может быть и там. Вот это эстакады, под которые гнездятся две пары трясо-гузок. Причем они вот здесь, внизу. Здесь средний, а здесь не видно. Там, где саппида заканчивается. Это у нас мост с трубой, с которой выглядывают воробушек. А вот шлюз. Здесь два гнезда было воробьев. Воробьям не удалось. А в голубь там неудачно гнездился, чтобы видно было, что он туда таскает вторым материалом. Но вот, красировать не удалось. Тем более, что там далеко, и очень неудобно. Это воробушки, которые неопределенные. Это светильники, карнизик на карнизике. Тут второй материал свешивается, и тропик. Воробушка запущается. А вот это, через этот переход я хожу очень часто. И когда я хожу, я слышу, как они кормят своих каких-то самых птенчиков. Там полным-полно. Но когда я перехожу, там интересный лес, и мне как-то не хочется долго стоять и у гады, и не смотреть, где же они и кто. Поэтому я так и не предъявляю, которые его родители там выглядят. Теперь забор. Забор у нас. Бетонные, с трубами, с этими столбиками, и некоторые вот так, металлические кости, наверное, так. Что у нас? Естественно, бетонные – это один единственный забор, который очень приюбили лебедить. Ну, вот здесь это мне дали сведения. Там было сказано, что много. То есть больше трех, а сколько неизвестно. Ну, большая зимница вообще любит трубу, в том числе и заборные. А кирпичики – полевые воробьи, естественно, поскольку эти заборы в основном где-то у зеленых зол. Но есть такие заборы с кирпичными столбиками и жилых кварталов. Если посмотреть, скорее всего, там будут. Там у вас. Вот тот забор, на котором длится лебедник. Забор узковатый. Поэтому гнездо он строит там, где близко подходит строение, сарай. Он как бы одной стороной опирается. Два других гнезда – это просто упавшее дерево было на заборке. И они были на заборе, но опирались одной стороны на дереве. И одно гнездо было очень интересное. На этом заборе внизу, в самом где-то метре от земли, была металлическая какая-то скоба. Причем очень узкая. Они гнездились на этой узенькой металлической скобке. Как они там вмещались, а что-то не было понятно. Вот эти металлические профили на воротах заборов. Там, в принципе, и домов в районе можно не видеть. Только мало там. А вот они, заборчики. Опять же, как видите, зимой снято. Вот гнездовой материал. Там не менее четырех гнезд на этом заборе. Вот это забор у Исмайлова, у антитоника. Большие снииты гнездились в широкие. Хотя в других заборах, в более низких, они гнездились вот в таких металлических узеньких столбах. Столбы и столбики. То, что у меня было раньше. Значит, здесь у меня практически достаточно много скворцов. Вот общий смысл скворцов, столбов. Столба аж 20 гнезд. И плюс три из них – это столба, открытых снаружи. Кроме того, очень интересно, тресогуска. Тресогуска – это редкость большая. Два столба у нее есть вверху и один внизу, вниже. Серая махоловка, опять же, могла просто осматривать. Игорь Квозко тоже могла осматривать. Это неважно. Вот интересно про камень. Так. А это сверху на столбе один лепинник и одна серая махоловка. Теперь. Вот один самый столб. Вот этот столб с Тресогуской. Во время сезона гнездования не удалось сеграфировать. Она была очень нервная. Дело в том, что она устроила свой столб вот с этой стороны гнездо. А здесь мусорный бак. И все время подъезжали, очень ее беспокоили. Поэтому она разрешала себя снимать, только вот где-то на таком расстоянии. И все тут еще дороги, все проходят. То есть она очень нервничала, но все-таки удачно. Так что гнездо я только не могу. То есть место лепка. Так. Вот это то, что было у нас. Скворец с воробьем в одном столбе. У скворобья где-то мне на 10 выше лепесток. И очень интересные, открытые с торца. У нас столбы, фонарные столбы в основном есть бетонные и металлические. В бетонных, кроме обычных клетков, очень часто бывают вот такие трещины. Поэтому бетонные столбы сейчас очень часто стали совмещать на металлические. И если в бетонных очень любимые ездятся воробьи, большие синицы и частично даже мухоловки, то металлические столбы, они менее привлекательны. Они максимально привлекательны для лазурьки. Лазурька, это вообще первый по столбам. Возможно, у нее даже больше в столбах, чем в трещинных стенах. Пополный здесь, он только осматривает. Здесь места у него нет, но есть другой столб, где точно нет места столба. Здесь стол пополный. Ну и, соответственно, полевые воробьи и металлические столбы, но с более широкими лицами. И внизу. Внизу вот таких столбов практически сейчас не осталось. Обычно тут вместо тверки бывает заслонка. И так как они ленятся, качественно ее прислонять. Она там плохо прислоненная. Соответственно, кроме большой синицы, которая очень любит это, там еще бывают зарядки, но зарядки мало. Теперь то, что крепится на столу. Это всякие лампы-прожектора в большом количестве. И всякие ящики с распределительными коробками. И эксклюзив это вот Чекулаевы, это в Крылацком там блоки. Опять же, очень мало этой садушки у нас. И скварель. Скварель единственный, один единственный ящик. И всего-навсего два лампы-прожектора в Крылахе. И всего-навсего два лампы-прожектора в Крылахе. Вот это эксклюзив Чекулаевы. Больше таких нету. Они гнездятся именно под блоками, что интересно. Но блокрон не вращается. Вот они, ящички. Один единственный ящик, где есть скварель. Тоже редкость для синицы. И норма для колевого воробья. Уж они, ящички, какие бы ни были, даже вот тут. Не знаю, где он помещался, поскольку там сплошные изоляторы. Очень интересные ящики. У экоцентра есть свинка. К сожалению, когда я проходила Иоанна Камин, я была без фотоаппарата. А когда я пришла на следующий день, уже не все выглядели. Но, значит, они хорошее место себе нашли. И тоже, это морозовый. Одна единственная, это штанга троллейбуса. То есть я выписала, как горизонтальную трубу, крепящуюся на стол. Обычно штанги троллейбусные здесь заглушка, а это ведь и поломан. И поэтому здесь уже не один клубный. Это все воробьи. Ну, это типично для воробья. Это вот эти самые на лампочке. И что самое интересное, воробьи достаточно часто устраиваются в ящиках, где надо навязать с мишек. Кроме того, на лампах поломаны фехметы, а чаще устраиваются в этих металлических кожухах. Прорезают, там есть отверстия и металлические кожухи. И металлические кожухи, кстати, там большие синицы есть. Отдельно. Могу у воробей тоже. Да, да. Все прорезают. Теперь отдельная еще будет конструкция. Опять же, это любят у нас молодые синицы воробьи. Хотя, вот одна единственная труба из горизонтальной, правда, она склонен трубой. Вот это тоже эксклюзив, нет, к сожалению, в фотографии. И теплоизоляция труб. Теплоизоляция труб, вот это любят паракет. Кстати, это старая труба. Сейчас теплоизоляция идет с стекловатой, там они уже... Продолжение следует...